Мы очень рад находиться тоже с вами и рассуждать о такой важной теме, потому что вообще-то, если говоря о Нагорной проповеди, то я думаю, что мы должны понимать то, что это совершенно новое, что Господь преподнес, когда Он пришел сюда на землю. До этого мы прекрасно знаем, что практически как бы правилами жизни был закон, который дал Господь через Моисея на горе Синае. И если посмотреть на это более объективно, то, конечно, это были правила, которые Господь предполагал или установил для того, чтобы люди имели здесь на земле. Если можно так прообразно выразиться, то это законы для земли. Когда пришел Христос, то Он открыл совершенно другое. Он принес Царствие Божие или Царство Небесное. И мы видим, что если в 4 главе нам описано, что Господь только вышел на служение, принял Святое Водное Крещение, то здесь мы видим, что это первая проповедь, которая записана для нас, когда Иисус раскрыл совершенно другое. Он раскрыл закон, Он раскрыл принципы духовные, раскрыл закон Царства Небесного. И одно из самых основных или первое, на чем, в принципе, все базируется, это то, что Он и сказал. Самое первое блаженство — блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Самая большая нужда, и вот как лично, если посмотреть, и братьев, сестер, с которыми мы вместе живем, которых любим, и однако понимаем, что именно понимание этого вопроса, или недостаточность этого является, наверное, самой большой проблемой в жизни верующих людей, даже лично. Что это такое? Мы, конечно, понимаем, что само слово «нищета», оно где-то нами воспринимается негативно, как то, что никто не хочет, как то, что каждый пытается избежать, выйти из нищеты. Но здесь не идет речь просто о нищете материальной, а речь идет о нищете духовной. Это ничто другое, как полная зависимость от Господа. Когда человек явно осознает, что во всех аспектах своей жизни он просто ничего из себя не представляет, ничего не может, он без подаяния свыше не сможет прожить. Не сможет. Большая проблема, хотя мы не называем это как гордость или еще что-то, но это в какой-то мере самодостаточность в духовном плане. Мы думаем, что мы достаточно знаем, мы думаем, что мы достаточно прилагаем усилия к тому, чтобы жить святой жизнью. Но вот это нужда в Боге, вот это желание как бы больше иметь Бога. Вот интересно, я думаю, что как бы оно гораздо может быть ярче освящено в Евангелии от Иоанна, в шестой главе, то, что многие люди не могли понять, когда Христос об этом говорил, то Он сказал здесь следующие слова с 50 стиха, здесь выборочно, Христос говорит, «Я хлеб живой, шедший с небес, едущий хлеб сей, будет жить вовек. Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я дам за жизнь мира». И потом дальше Христос как бы поясняет, и Он говорит им, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кров имеет жизнь вечную». Мы знаем, что многие из учеников, слыша то, говорили, что странные слова, и написано, что они отошли и больше не ходили с Ним. Они не могли это даже уразуметь. Но Христос как бы поясняет это место, он здесь же, в этой же главе, дает объяснение, что он имеет в виду. Потому что в 57 стихе он говорит, «Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и идущий Меня жить будет Мною». То есть он явно показал о том, что он в своей жизни, если приложить к его словам, ел Отца. Он говорит, «Я живу», говорит, Отцом. «Так, кто будет, он прямо объясняет, кто будет есть Меня, едущий Меня, жить будет Мною». И начинаешь просматривать жизнь Иисуса Христа, и мы видим, насколько Он был поглощен тем, чтобы исполнить волю Своего Отца. И не просто это. Знаете, очень удивительное место, когда мы приходим евреям, в 5 главе написано, что Он в одни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принёс молитвы и моления могущему спасти Его от смерти и услышан был за Своё благоговение. Если мы вдумаемся в слова этого текста, то там написано, что это не разу. Часто люди думают, что здесь речь идёт просто о молитве в Гефсиманском саду, но там написано не в день какой-то, а в одни плоти. То есть на протяжении Его жизни во плоти мы вдруг открываем, что происходило что-то удивительное. Мы читаем в Евангелиях, что Христос часто уединялся, уходил, проводил ночи в молитве, рано вставал. И у нас представление, что, наверное, как мы, Христос где-то вышел, помолился. Но это место нам открывает, что Он сильным воплем, со слезами. То есть в буквальном смысле Он кричал, плакал. О чём? Написано, могущему спасти от смерти. И мы знаем, что корень смерти — это грех. Если бы Иисус согрешил, то смерть возымела бы власть над Ним. А нам написано, что над Ним смерть не имела власти. Другими словами, Он просил у Отца силы, чтобы во всём быть послушным Ему, до конца исполнить. Это Ему удалось огромными усилиями. Это не было просто так. Написано, Он был искушён во всём, но не согрешил. И этим нам показано, как Он жил Отцом. Какая у Него была огромная нужда в том, чтобы Отец давал Ему силы, чтобы Отец слышал, чтобы Отец Ему помогал, чтобы побороть всё это. Вы знаете, когда просматриваешь Священное Писание, то мы находим много примеров людей, которые были, как мы называем, великие мужи веры. Взять пророк Илья, Иаков говорит, это был человек подобен нам. Но у него такая вера, мы говорим, помолился, и не было дождя три с половиной года. Мы видим, что из мёртвых взял и воскресил сына вдовы. И мы восхищаемся этим. Но вы знаете, если так вдуматься в это, не только Илья, а взять другого, того же Моисея, Авраама, Иосифа, любых мужей веры, мы, глядя на них, или того же самого Давида, которого мы часто смотрим, как это только царь. Но кто из нас захотел бы прожить жизнь Давида, Ильи, Моисея? Такие жуткие переживания или того же Ио? И для нас иногда стоит вопрос, что мы как бы восхищаемся их неверой, но вопрос стоит таким порядком, а почему Бог допустил в их жизни такие жуткие, суровые переживания? Для нас это кажется немножко несопоставимо, как-то оно вроде противоречит. мы как-то мыслим так, что если мы угодны Богу, то нас не постигнут такие журовые где-то переживания, испытания. Но если и постигнут, то постигнут ну уж точно за имя Господа. Но когда мы смотрим Иова, совсем не за имя Господа. Когда мы смотрим Иосифа, совсем не за имя Господа. И перед глазами Он был обесчищен, как человек, посягающий на чужую жену в тюрьме и так дальше. То есть мы читаем такие вещи, и для нас где-то это непонятно. Но суть всех этих переживаний заключалась в том, что именно в этих переживаниях люди искали Бога. Они научились испытать до глубины нищету Духа. Вот эту нужду в Боге, вот эта зависимость от Бога. Когда у нас все хорошо, мы живем, и как-то складывается и семейная жизнь, и в церкви мы как-то служим, и материально, и все. И да, мы молимся. Конечно, мы верим, но нищеты нету. Нету. А нам Писание говорит, блажены нищие Духа. Они, только они, действительно могут иметь вот Царствие Божие. Для них Царствие Божие. Когда мы смотрим в Писании многие такие примеры, когда даже от самого начала бытия, от сотворения мира, мы открываем пятую главу, где нам описана линия Каина, и параллельно говорится о том, что происходило по линии Сифа. И вот удивительно, читаем мы с четвертой главы, что вот у Каина родился сын, 17 стих, Енох. И вот удивительно, это еще практически-то, второй от Адама, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ират. И мы видим дальше эту линию, и мы здесь видим, что здесь начинается и многоженство, но наряду с этим мы видим, что развивается скотоводство очень успешно. Потом мы видим вот Иувал, что он был отец всех играющих на гуслях и свирелях, то есть это явно уже показана культура, развитие культуры. Город, это естественно связано с тем, что мы сегодня называем политика, управление и так дальше. Мы видим также Тувалкаин, который был кавачом орудий из меда, железа, то есть уже тяжёлая индустрия и всё. То есть мы видим такое сильное, быстрое развитие, как мы сегодня называем, цивилизации. Притом моментально, это вот второй человек от Адама, уже строит город и так дальше. И вдруг мы видим параллельно, что вот Адам ещё родил сына Сиф, и 26 стих, у Сифа также родился сын, и он нарёт ему имя Енос. И вот интересное слово написано, тогда начали призывать имя Господа. Посмотрите, какой контраст большой. С одной стороны мы видим вот эту всю линию, всё это развитие по Каину, и мы видим, что успешно, здорово, привлекательно и тяжёлая индустрия, и города, и культура, и скотоводство. Но всё, что сегодня мы имеем практически, да, и действительно это очень привлекательно. Нам до конца не показано, что происходило по линии Сифа, но нам показано, что они стали призывать, звать имя Господа, нуждаться в Боге. И, конечно, сегодня по-человечески, если кому-то из нас вот так вот привести куда-то и показать одно и другое, то, конечно, наверное, мы бы выбрали оказаться лучше в этом хорошем, укреплённом городе, где всё так цветёт, красиво, развито, много возможностей и так дальше, всё, да, и показать другую сторону. Люди живут в таком состоянии, когда у них огромная нужда, они зовут Бога, призывают. Я уверен, что это не было просто так. Оно было правильно вызвано внутренним состоянием, но и что-то способствовало этому. Что-то способствовало этому. Знаете, это не один раз, опять-таки, когда мы видим уже после потопа, приходим в Бытие 36-ю главу, и мы находим здесь опять, как бы нам показана разница двух, опять линий, когда у Исаака родились два сына, Исаав и Яков. И вот мы читаем здесь за Исаава, нам говорится, вот родословие Исаава, он же и дом. И нам говорится, Исаав взял себе жен из дочерей ханаанских, и проводится здесь именно вот кто у них родился, и так дальше. И написано, что имение их было очень великое. Поселился Иав на горе Сеир, Исаав. Исаав, он же есть и дом. И перечислены здесь, здесь, когда мы читаем, нам говорится очень интересно, что хотя перечислены где-то имена, просто их, то нам говорится, начинают перечисляться старейшины его. Потом дальше, когда мы идем, то нам показано еще больше, да, и написано, вот цари, царствовавшие в земле и дома, прежде царствование царей у сынов Израилевых. Еще Израиль даже не был вообще как государство. Нам тут перечислены у Исаава уже цари, князья здесь показаны и так дальше. Богатство такое, что ему надо было расселяться по другим местам и все. То есть мы видим такое, вы знаете, как бы удивительное, да. И вдруг мы видим другую сторону. Его брат убегает, бежит в большом смущении, в страхе. Но именно в этом смущении и страхе мы видим, он находится в поле, лег камень под голову, но ему видение. Мы видим эту лестницу, по которой сходят ангелы, у него разговор с Богом начинается. Попадает к Лавану, его там много обманывают. Мы видим, что он тоже находится в уничижении. Он сам ему говорит, я, говорит, работал и днем, и ночью. И все перенес, и стужу, и так дальше. Да, то есть мы видим его такую нелегкую жизнь. Но это еще не все. Мы видим, что у него столько переживаний, жена, которую он любит, умирает. Потом мы видим сына, которого он любит, не стало. Ему приходят дети и говорят, зверь растерзал его. И мы видим, что он до конца дней, написанного, не мог утешиться об этом. Потом мы видим, попадает он в Египет. И 430 лет заканчивается тяжким рабством. И когда мы сравниваем линию Исава и сравниваем линию Иакова, то если нам сегодня кому-то предложить, то, наверное, безоговорочно каждый бы из нас захотел жить в Едоме, нежели находиться по линии вот Иакова. Но в чем вся суть? Именно по той линии сохранилась нищета Духа. Они взывали к Богу. Господь говорит, я услышал вопль народа моего. Они нуждались в Боге. И мы видим, как Господь потом чудно все это делает. Почему я об этом все как бы привожу эти примеры? Сегодня для нас, когда мы живем в довольно-таки неплохих условиях, когда, понятно, у каждого у нас есть какие-то желания, и с этим связаны переживания и так далее. Но, в общем-то, конечно, мы понимаем, что неплохо. Происходит одно очень-очень серьезное, негативное. Это исчезает у народа Божьего нищета Духа. Нету этой огромной, сильной нужды в Господе. Нету того, что Христос говорит, жить мною. Нету того, что Господь говорит, есть меня, мою плоть и мою кровь. Как вот пища, мы не можем без пищи жить. Как бы вот Он возводит это на такой уровень. А с этим связано, Он говорит, кто не будет этого иметь, не может иметь жизни в себе. Нету. Поэтому это основа. И Господь говорит, как блаженны те люди, которые в своей жизни действительно испытывают эту огромную нищету. Это очень удивительно. Мы, когда приходим в послание апостола Павла, во втором послании к Коринфянам, в 10 главе, Он говорит очень удивительные слова. Ибо мы читаем с 3-го стиха, Он говорит, Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими, то есть этими оружиями, не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Апостол Павел говорит, наша борьба заключается в том, чтобы разрушить любое твердынь, любое основание. И Он говорит, это именно то, что в мыслях человека происходит, в его не спровергаем замысл, которое производит, как Он здесь говорит, превозношение, которое, здесь Он упоминает слово восстающее, которое становится препятствием познания Бога. То есть любое осознание, это не просто мысль, а это как бы внутреннее понимание человека в своей жизни, которое мешает человеку познать, приблизиться, искать Бога, как мы говорили, как бы прообразно есть Его, Павел говорит, это твердыни, которые должны быть разрушены. И потому Господь часто в нашей жизни допускает очень суровые испытания для того, чтобы мы не превозносились в своем понимании, что у нас вот как бы все есть, все хорошо, а чтобы наоборот мы опустились до состояния нищих, нуждающихся в Господе. Только тогда происходит вот это познание Божие. Поэтому это действительно является, если так можно выразиться, самым, самым фундаментальным аспектом вот в принципах духовной жизни. Тогда вот, знаете, тоже есть очень удивительное, когда мы приходим в Откровение уже и в послании семи церквам Господь говорит, я вот хотел как бы просто как сравнение предвести две церкви. Мы хорошо знаем о Лаодикийской церкви, третья глава, Он здесь говорит, что говорит, я говорю, знаю твои дела, и Он объясняет в 17 стихе, в чем их жалкое положение, Он говорит, ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Когда мы читаем 20 стих, Господь вообще находится вне дверей, Он говорит, все стою у двери и стучу, если кто услышит, такое жалкое положение, люди думают, что все нормально, какой-то самообман, они уверены, что у них все хорошо, и они очень довольны, речь-то идет не просто о материальном богатстве, а речь идет о их духовном состоянии, они видят себя перед Богом вполне самодостаточными, все нормально, Господь говорит, ты нищий, ты, говорит, в ужасном состоянии находишься. Но посмотрите, во второй главе мы читаем с 8 стиха облащение к Смирнской церкви, и Господь говорит в 9 стихе, зная, говорит, дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат. Посмотрите, какая противоположность. Эта церковь находилась в больших каких-то переживаниях, нам здесь не указано, и они видели себя очень нищими, но богатыми. А Господь говорит, в этом твое богатство. В чем? Вот в этой нищете Духа, в этой зависимости от Бога. Я только так себе могу представить, как в Смирнской церкви проходили молитвенные служения, как люди там просто в слезах вопияли к Богу, находясь в скорбях, в нищете, в переживаниях. Господь говорит, ты богат, ты счастлив, ты блажен. это то, в чем мы нуждаемся, можно, наверное, сказать, как никогда больше. Сегодня сама жизнь, и не только в нашей стране, здесь, в Америке, но, наверное, по всему миру, как-то жизнь улучшается, больше возможностей у людей, люди погружаются больше в материальное, в работу, в устройство, и вроде бы негрешное, в семье и так дальше, но со всем этим нищета духа теряется. Вот это зависимость, нужда в Господе, чтобы им жить, чтобы его есть, им питаться, им жить, перед ним склоняться, вопиять к Нему. Вот это то, о чем говорит Христос. И Он говорит блажены. Блажены, это на самом деле просто необходимо. В этом заключается как раз-таки наше счастье. Блажены. Блажены нищие духом. Почему? Он говорит таковых есть Царствие Божьем.